Святой Грекорд от Ивоцы. О прошениях. Известно, что все прошения бывают двух видов – за себя и за других. Прошений за себя четыре. Сначала надо искать Царство Небесное и Его праведность, что означает просить спасения от грехов и мучений, приобретения Царства Небесного и Христа. Тому же самому он научил в молитве Отче наш «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Потом надо просить благополучия в вере и в делах, потому что вера, надежда и любовь – благодати Божьей. Также надо просить иметь мужественность, мудрость, благоразумие и справедливость в добрых делах. Все это – Божьи дары, которые Господь дает тем, кто просит. О божественных добродетелях сказано, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Хлеб символизирует веру, что причина жизни, а камень – неверие. «Если просит рыбу, подал бы змею» Евангелие от Матфея, 7 глава, 9 стих. «Рыба символизирует надежду, а змея – отчаяние». «Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона» Евангелие от Луки, 11 глава, 12 стих. «Яйцо символизирует любовь, которая круглая и совершенная, а скорпион символизирует ненависть, которая смертоносна для души и жалящая». А о человеческих добродетелях Господь говорит «без меня ничего делать не сможете» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Потому что по его благоволению исполняются наши действия и желания» Послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. У Господа надо просить и для нужд нашего тела, таких как скромная пища и одежда, по учению Господа, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Просим в меру, а не излишнее. А чрезмерное украшение, переедание и пьянство – это от лукавого и присуще язычникам, а не нам. Также надо просить здоровья тела и освобождение от плена, или от злых хозяев, чтобы, будучи здоровыми, могли творить добро, молиться, поститься и служить Богу. А стремление к здоровью для долгой жизни и праздности – языческие обычаи и неуместны. Четвертое прощение для нас – освобождение от греховных искушений, проделок дьявола, злых людей и разных несчастий, согласно учению Господа, и не веди нас во искушение, а избавь от лукавого. Но если будем просить только для себя, то будем жестокосердны и самолюбивы, соответственно, надо молиться и за других, потому что, как апостол говорит, «много может усиленная молитва праведного» – послание Иакова, 5 глава, 16 стих. И прощения для других тоже 4. Во-первых, надо молиться за царей и боголюбивых правителей, прося для них долгой жизни, здоровья и побед над врагами. Молиться надо также за духовных предводителей. Также надо просить мир и согласие во всем мире и в церкви, за отсутствие среди людей мятежей и несчастий. Также надо просить хорошую погоду и богатого урожая. А потом надо просить за усопших, ибо если нищие нуждаются в милостыне, то тем паче те, которые лишены всех благ и находятся в беспомощном состоянии. Если мы мылись милостивы к инвалидам, то тем паче надо быть милостивыми в отношении тех, у кого все тело в тлении растворилось в земле. Если милуем плененных людьми, то тем более надо помиловать тех, кто из-за грехов предались дьяволу. И поскольку они не могут более каяться, и души усопших друг другу помочь не могут, и не могут получить друг от друга просимое, надеяться на милость человека любивого и милостивого Бога и на наши молитвы. Как говорил блаженный Иов, помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Иов, 19 глава, 21 стих. Соответственно, мы должны молиться и творить милостыню за тех, кто верой и надеждой ко Христу почили и от мирских прегрешений что-то унесли с собой. Или за тех, кто, внезапно умерев, не успели исповедовать свои грехи и удостоиться венца святости. Для таких надо просить у Бога отпущения грехов. И так, во время святой литургии в наших ежедневных молитвах, святых и праведных надо поминать как ходатаев, а грешных просить помиловать, пусть то они знакомые или незнакомые. После этого надо просить за тех, которые ныне живут на земле, как для родных, так и для незнакомых, прося здоровья, мир, порядочность, непоколюбимую веру и так далее. И, наконец, надо просить за врагов по велению Господа. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите сообижающих вас и гонящих вас. И надо знать, что наших врагов трое. Во-первых, дьявол, который ненавистен как Богу, так и людям, потом неверные и грешники, и, наконец, наши личные враги. Дьявола и мы должны ненавидеть и проклинать, как и пророк говорит. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Псалом 138, 21 стих. А за неверующих и грешных мы обязаны молиться, чтобы Господь дал им веру, чтобы отвернулись от грехов и не погибли. Об этом говорит пророк. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Псалом 118, 53 стих. И надо скорбеть о них, ибо на гибель идут, не радуясь и не проклиная их. Что касается наших личных врагов, то они делятся на две части. Если только личный враг, который причинил вред телу или имуществу, всегда надо благословлять его, а не проклинать. Как написано, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас, гонящих вас. От Матфея, 5 глава, 44 стих. И мы должны вынуть из нашего сердца злобу и злопамятство, ибо если мы простим людям их преступления, то и Господь простит нам наши. От Матфея, 6 глава, 14 стих. А если враги и вредители соборной церкви и веры, то надо молиться за них, чтобы отвернулись от зла. Но если не захотят каяться, как злые и грешные люди, то надо проклинать и наставлять, а не благословлять. Так надо избирательно просить и молиться. И Он, наш Господь Иисус Христос, кто щедр в даровании благ каждому из нас, кто за малые просьбы дает великие награды, ибо знает просимое прежде, чем мы просим и награждаем прежде молений, пусть исполнит все наши прошения во благо. Ибо видит нас, беспечных, и двигает наш разум и волю к добру. И пусть своей созидательной заботой помилует наши грехи и щедро наполнит всех нас духовными и телесными благами. И Ему слава, и хвала, и поклонение с Его Отцом и Святым Духом. Аминь.